Значит, я хочу вас поприветствовать всех, всех тех, кто смотрит мои прямые эфиры, находясь в Молдове, тех, которые находятся за ее пределами в диаспоре. Значит, события у нас в Молдове продолжают развиваться, растет напряжение вовсе Демпартии, имея в виду Плохотнюка, он уже нервничает, срывается, орет. Есть очень много моментов, о которых Демпартия не говорит в своих официальных заявлениях. Об этом они молчат и на своих брифингах, поэтому о всех этих закулисных играх поговорим сегодня. Перед этим хотел бы начать с нескольких важных моментов. Значит, первое, значит, умер король Румынии, человек, с которым связано, с именем которого связана целая эпоха. Да, были разные мнения об этом человеке. Как-то его называл советским комсомольцем. Многие считали его патриотом Румынии. Значит, я могу сказать одно, что я как школьник, я помню из истории то, что его в свое время назвали фигурой, портретом, да, человеком, который ничего не решал. Но в 44-м году, то есть его до этого считали марионеткой Антонеску. Но после этого, значит, он был все-таки тот, который совершил переворот. Значит, дал команду арестовать Антонеску. Развернул Румынию совсем в другую сторону. Значит, Румыния после этого объявила войну Германии. И вот этот момент запомнился для меня, это был важный момент, связанный с Великой Отечественной войной, да. И как бы, ну, поступок такой достойного уважения. Это на тему, вы знаете, некоторые президенты есть, которые ничего не решают, номинальные фигуры. Значит, и там не хватает полномочий. Ну, вот смотрите, он все-таки это совершил, да. Вот, поэтому я хочу выразить соболезнования всем членам королевской семьи, и всем гражданам Румынии. Значит, его величество, король, он присутствует в сердцах всех граждан Румынии. Это наши соседи. Люди чтут его память, поэтому царство ему небесное. И вот так. Значит, значит, чей, че цине директор Михай, инкодата, эксприм, дин партия меа, мах, дин партия маха, и о том, что было сделано с Megalой, у каждой романтии, чиновниками и ничем, и у которых есть РПУД, потому что это было на recognition, что у них было очень важное другое дело в истории Романии. Прежде всего, что мы уже говорим, что тут за историю Шареста о Леонтонеско. В 1944, что это делается в истории, чтобы это было достаточно быстрее. Касаемо пресс-конференции, которую я видел сейчас вечером, пресс-конференция организована Международным Олимпийским комитетом. Я был шокирован их решением, что российские спортсмены могут выступить под нейтральным флагом, то есть они не имеют права представлять Россию, не имеют права представлять страну из-за допингового скандала и так далее. Послушайте, если говорить про допинг, я много раз говорил с многими известными спортсменами из разных стран мира, и допинг присутствует абсолютно во всех странах. Просто где-то более усовершенствованные технологии, где-то менее. И сегодня, если идти по тому пути, по которому они пошли по отношению к России, то они вообще должны запретить всем странам участвовать в Олимпиаде, потому что у кого-то более высокий уровень развития. Работают там целые лаборатории, институты и в США, и в Китае, и в других странах. Поэтому сегодня это был удар по-русски. Я считаю, что не должны быть наказаны спортсмены на то, что вы приходите, но вы будете без российского флага. Тулянцев правильно написал в фейсбуке, может быть, им участвовать в тюремной форме на Олимпиаде, в тюремной робе. Поэтому я считаю, что решение абсолютно политическое. Я разговаривался, созванивался с некоторыми спортсменами, олимпийскими чемпионами. Все в шоке, это подрывает. Понимаете, все эти соревнования к ним готовятся годами. Не важно это. Это Абкубка мира, это чемпионат Европы, чемпионат мира, тем более Олимпийские игры. Понимаете? Да, ставьте, пусть участвуют все в этой Олимпиаде. Понимаете? Наши тоже ездят иногда. У нас есть тоже очень много достойных спортсменов в Молдавии. Понимаете? Все должны участвовать. Поэтому я осуждаю это и считаю, что решение точно не связано с теми проблемами, которые якобы выявили в российском антидопинговом агентстве. Пожизненно дисквалифицировать ряд чиновников за то, что там не усмотрели и так далее. Ну, как-то тоже, понимаете, это тоже из той же рубрики, как наказали Валентина Чемпоеш. Значит, за то, что он там допустил насилие в семье, там изнасиловали какую-то девочку, Масрабельскую. Оказывается, был виноват мэр города, который это допустил. Сегодня, когда есть преступники мирового уровня, как Владимир Плохотнюк, например, значит, закрываются глаза на весь тот беспредел, который есть в Молдове. Всех устраивает, что Молдова, я говорю про западных товарищей, что Молдова будет некой такой буферной зоной, которая будет как в 30-х годах Чикаго. Понимаете, контрабанда, спирт и сигарет абсолютно на всех таможенных пунктах пропуска. Абсолютно на всех, ребят. И на некоторых участках, где нет официального пункта пропуска. Я сейчас говорю и про границу с Румынией, и границу с Украиной. Оружие, наркотики, сигареты, спирт. Пусть делают все, что хотят, но вроде бы борются с русскими танками и так далее. То, что произошло сегодня в Киеве у других наших соседей. Значит, у меня свое отношение к Саакашвили. Я много раз об этом говорил. У него там были определенные задачи, планы. Когда он пришел, стал губернатором Одесской области, он должен был там готовить определенные провокации на границе с Приднестровьем. Значит, в определенный момент он отказался играть в игру Порошенко. Значит, они начали его уничтожать. Значит, получили то, что получили. Порошенко хотел пропиариться на его назначение. Вот сейчас будут пиарить его Саакашвили на весь мир. Значит, эти все истории, что якобы он там связан с российскими олигархами и получал деньги на переворот в Украине, о чем говорит генеральный прокурор Украины, то он готовил русскую весну, то он готовил русскую зиму. Это из той же рубрики, когда в 2014 году, значит, Плохотнюк всех пугал тем, что мы вместе с Григорием Петренко, с Антифой готовим в Молдавии Донецк, Луганск. Поэтому бред, который использовали, значит, Плохотнюк и его пиарщики из 2014 года, сейчас он перекочевал уже в соседнюю Украину. Вы поймите, Плохотнюк их ничему хорошему не учат. Так же, как раздавали они эти часы китайские за 10 или 20 евро, раздавали часы перед избирательным участком, когда в Румынии были президентские выборы, когда Плохотнюк поддерживал понту, понимаете. Сегодня, значит, ничего хорошему он их, ничему хорошему он их не научит. Люди очень красиво отбили Порошенко сегодня. Вы заметите, несмотря на кордоны и так далее, когда есть здоровые, крепкие ребята, у которых свое понимание патриотизма может быть у каждого индивидуально. Но сегодня они могли еще собраться и пойти дать по морде еще всем Верховной Раде. Поэтому его пытаются уничтожить. С Мишей в них будут серьезные проблемы. Сейчас Миша их проприаривает на весь мир. Тем более Саакашвили, конечно, легче, потому что когда он заходил в Украину со стороны Польши, значит, было жесткое вмешательство американцев, и Порошенко и Авакову запретили его трогать. Поэтому они сегодня хотят его дискредитировать на Западе, за связь с русскими олигархами. Завтра он будет агентом Кремля. Послезавтра Плохотнюк может сфабриковать еще два дела, обвинить, что Порошенко участвовал в краже миллиарда. Поэтому мы поможем информационно товарищу Саакашвили. Вы помните, я начал это расследование преступлений, которые Порошенко совершал на территории Молдавии. Там заплатили сотни тысяч евро за пиар-компанию. Все крутили в Украине фильм Плохотнюка. Все сайты писали про то, какой усатый русский бандит и так далее. То есть только чтобы люди ни в коем случае не поверили. Ну, украинцы разберутся с Порошенко. Нам надо разобраться со своим Плохотнюком. Но если будет нанесен удар по Порошенко, партнеру Плохотнюка в Украине, значит, может быть и наши проснутся. Вы понимаете, с таким подходом, который был сегодня при освобождении Саакашвили, можно ехать в Молдавию. Можно ехать в Молдавию. Я вам скажу, что нужно ехать в Молдавию. Значит, я закончил практически на финишной прямой все те мероприятия следственные в разных странах, в которых я участвовал. Значит, поэтому надо сейчас некоторые вещи тактические, тактического характера подготовить. Как я уже говорил, я начну обязательно со следующей недели. Я начну встречаться с нашими соотечественниками в Москве, где есть группа где-то в 20, где-то в 50, где-то в 100, где люди хотят ехать в Молдавию вместе со мной. Часть готова уехать заранее для того, чтобы меня там встречать. Поэтому Плохиш будет весел. По поводу того, что я говорил о Плохотнюке, по поводу того, что я говорил о Плохотнюке, значит, о его планах на декабрь месяц. Вы видите, они начинают сбываться. Один боевик про меня вышел. Привезли эту свиноматку из Лондона, Горбунцова. Значит, он говорит, у Усатого не было мотива меня убивать. Никакого. Но для того, чтобы выслушаться перед железнодорожниками, чтобы запачкать их кровью, чтобы получать подряды в будущем от железных дорог, я пошел на его ликвидацию. Чистый дебил этот Горбунцов. Горбунцов сядет в тюрьму за те преступления, которые он совершил. Шесть уголовных дел, которые Плохотнюк ему закрыл в обмен на показания против меня. Все эти дела будут реанимированы законно. И ты, Горбунцов, сядешь. И просто раньше нужно было... Клиентов было не так много, как он, а так... Я же говорил, у нас будет свой массаж, который будет заниматься возвратом в страну. Горбунцова, Плохотнюков и прочей нечисти. Поэтому готовьтесь. В этом решили возродить транзитные обнальные схемы. Вы решили, может быть, Горбунцов решил опять заняться Приднестровским рублем, которым он занимался очень много лет. Я буду очень внимательно наблюдать, Герочка, за всем, что ты делаешь в Молдавии. Маленький ты мой. Проблема в другом, Гер, что завтра-послезавтра ты там просишь у них охрану. Завтра-послезавтра тебя, дурака, застрелят. А буду говорить, что вот, у Саха из-за второго раза как бы со второй попытки решил. Все вы, Горбунцов, Плохотнюком, подчеркиваю, приговорены. И ты, Горбунцов, и Друцов, и Халупа. Слышал, что Халупу после того, как начали все шуметь, как бы как человек, признавшийся в участии в заказном убийстве в Лондоне, значит, на свободе. Его вроде отправили в СИЗО-13. Ребят, вы все умрете там. У Саши Жиздана есть уникальный опыт. Жиздан, как открытый, когда идет в открытую, он не опасен. Он может что-то выступать, Саша рассказывает про какие-то материи и так далее. Но касаемо того, что кто-то умрет от сердечной недостаточности, у кого-то, кому-то занесут СПИД и так далее, в этом Саша Жиздан чемпион. И вы в этом убедитесь. Запомните, ребят, сегодняшнее число. Все эти люди будут покойниками. Они не нужны Плохотнюку живыми. Потому что тот же Друцин поменяется в Молдавии власть. Неважно, когда. Да, мы будем добиваться, чтобы прогнать этих бандитов побыстрее. Но Плохотнюк думает о том. И вы поймите, Игорь Бунцов первый побежит давать показания на Плохотнюка. Игорь Бунцов признается во всех тех бизнесах, которые у него были с Плохотнюком. Понимаете? И то, что я сейчас изучаю связь с Магнитским, которая очень четко видна на многих документах, аудиофайлах, которые там слушают и так далее. Просто очень много материала, не успевая весь обработать. И то, что Плохотнюк боялся в свое время, что Горбунцов откроет рот в Лондоне. Потому что, открыв в Лондоне рот и сказав, что он по заданию Плохотнюка имел отношение к Магнитскому, к части истории, связанной с Магнитским, за это Плохотнюка похоронили бы уже политически все мировые державы. Понимаете? Поэтому я думаю, что тема была именно эта. Но мы разберемся. Просто сейчас я очень хочу и желаю здоровья всем. Горбунцову, Халупе, неважно с буквой Х или З, он подписывается, когда дает показания против меня. Писателю и так далее. Ребята, вы обязательно живите и будьте здоровы. Вы очень пригодитесь следствию, тогда, когда Молдова перестанет быть захваченным государством. И я буду, как бы это странно ни звучало, заниматься вашей безопасностью. Также, когда отказали в экстрадиции Горбунцов из Лондона и Молова, что у Молова плохое состояние тюрьмы. Ребята, я сделаю и ремонт. Все у вас будет в порядке. Все у вас будет. Вы, пожалуйста, только живите. Я вас очень прошу. Потому что плохотнюк, еще раз говорю, вас по одному кончат. И кончат вас разными методами. Потому что живой писатель заговорит и плохотнюку 20 лет будут в Лондоне, 20 в Молдавии. Хотя в Молдавии получат лет 300, наверное, понимаете всего. Вот, они важные свидетели, которые обязательно заговорят. Значит, касаемо поездки плохотнюка в Америку. Вы видели, он улетел. Да, это тоже был его план на декабрь. У него в планах еще освободить несколько человек на эту тему отдельного разговора. Значит, я внимательно слежу за тем, что они делают. Четыре. Стать премьер-министром. Есть у него и пятый пункт, про который он не стал писать. Значит, ну, чтобы получить больше информации, да, чтобы их не спугнуть. Может, плохотнюк ночью долго думал, откуда я знаю про эти вещи и про то, что происходит у него внутри. Начал разбираться, там, нервничать и так далее. Пункт номер пять. Значит, не позже 10 января, значит, Ренат Тусатый должен быть в Молдавии живым или мертвым. Это то, что он сказал. Шаг Саше же сдано, а Саша с этим как-то не очень успешно справляется. Хочу передать Александру Ефимовичу Жиздану, которого знаю много лет. Хочу передать, есть у него друг, мальчик в белой рубашке. Ребят, перестаньте заниматься ерундой. Все те, которые будут участвовать в этой группе по моему похищению, либо ликвидации, значит, они попадут либо в КПЗ. Есть второй вариант, что они попадут на кладбище. И кладбище наверняка будет каким-то эконом-вариантом. Где-нибудь в 50-100 километрах от Москвы. И попадут на кладбище на законных основаниях. Потому что сейчас начнут интерпретировать, что вот усат, угрожают. И они угрожают сотрудникам полиции. И действующим, и бывшим. И всю эту вашу шушуру блатную, которую вы привлекли к этой истории. Ребят, значит, расслабьтесь. Как там говорит ваш президент? Значит, пейте чай и не дергайтесь. Ребят, вы поймите одну вещь. Те, кто приезжали в Москву, которые работали. И те, которые выезжали с паспортами, оформленные на других граждан существующих. Ребята, я вам всем передаю привет. У вас у каждого в жизни есть своя история. У кого-то их очень много и очень грязно. Но я предупреждаю вас, что пресекать здесь, по закону, подчеркиваю, попытки похищения или тем более моей ликвидации будет жестко. Да, наверняка есть какой-то ушлый снайпер, который, может быть, попадет. То есть, никто ни от чего не застрахован. Понимаете, от таких ситуаций. Там, с 600-700 метров. Ну, весь мир будет знать, как бы, что и должен знать, что это история Плохотника. И этим он занимается очень давно. Поэтому и Саша же сдан. И кое-кто из СИБА. И кое-кто еще из полиции. Значит, перестаньте обсуждать эту историю с Александром Панзарь, с главой полиции. Саша же смотрит преданными глазами, как у теленка, но он понятия не имеет, о чем идет разговор. Понимаете? Только, как бы, ну, он вам больше вредит. Поэтому я вас предупредил. Пробуйте, приезжайте, дома, по дороге, несколько мест, которые вы там отрабатываете в России. Ребята, ну, давайте посмотрим, чем это закончится. Только потом... Понимаете? Эту тему... Есть что еще сказать на эту тему, но не хочу вредить определенным процессам. Они тоже движутся. Поэтому, уважаемый Владимир Юрьевич Плохотнюк, мы знакомы с тобой в ад больше уже десяти лет. Мы знаем друг друга. Я знаю, Плохотнюк, на что способен ты. Ты, товарищ Плохотнюк, знаешь о каких-то моих способностях. Значит, значит, ты, тебя пугало всегда мое творчество. Ты всегда был в бешенстве, когда ты видел, что не покупая, не убивая направо и налево, не занимаясь контрабандой и так далее, я стал самым популярным политиком в Молдавии. Тебя беспокоит то, что у меня в жизни все получается без денег, что у тебя не получается даже за большие деньги. Владимир, успокойся. Успокой своих этих баламутов. Значит, то, что ты кричишь и орешь уже на встречах, оскорбляя меня и так далее, ну, можешь оскорблять. Но еще раз, не трать время на мое похищение и, тем более, ликвидацию, я тебе предоставлю эту возможность. Я сам приеду в Молдавию. Еще чуть-чуть, просто подожди. Я сам приеду в Молдавию. Это я тебе обещаю. И даже если ты возбудишь еще 10 уголовных дел и посадишь еще 10 свиноматов, типа Горбунцова, которые будут о чем-то говорить, значит, ну, я все равно приеду. Плохотнюк, ты хочешь видеть меня в Молдавии живыми или мертвыми? Не трать деньги, которые ты им обещаешь. Я вернусь сам. И эту тему предлагаю пока, на ближайшее время, на ближайшее время закрыть. Значит, скорость моего возвращения могу вернуться и не запланированно. В декабре он же хочет стать примером. Он хочет, чтобы сквозь зубы с ним встречались главы разных стран. Он хочет создать ситуацию, благодаря чему следующий ход, и это будет, скорее всего, в тот же день, он выдвинет свою кандидатуру на должность примера. Мне не интересует, какой вы придумаете механизм. Будет Дадон героем, который добился отставки Филиппа. Возможно, Плохотнюк бросит ему эту кость. Мне как бы не, ну, на эту тему сейчас рассуждать не будем, но соберешься премьером, значит, прибавишь скорости моему возвращению домой. Значит, все ваши эти остальные комбинации. Саша Жаздан выходит, дает интервью, есть связь между покушением на Горбунцова и покушением и убийством Штратулата в Галаксе. Сашенька, человек, который стрелял, он всю жизнь был твоим агентом. И вешать сегодня какие-то свои истории на меня. Может быть, ты на меня так же повесишь, когда вы расстреляли бригаду МИКу при задержании. Может быть, и в том я тоже был замешан, Александр Ефимович. Плянишь тебе, Саша. Ты переступил черту. Ты переступил. Ты сказал мне, что ты будешь честным министром, будешь там, не будешь там, не будет никаких политических дел в стране и так далее. И что, Сашенька, ты просто повторяешь абсолютно то, что делали все эти халупы до тебя. Ты защищаешь своего хозяина. Хорошо, Жаздан. Скоро наступит наша с тобой игра. Я про нее, кстати, давно молчу. Но это не значит, что у меня ее с тобой не будет. И в этой игре победит сильнейший. Так, параллельно вижу, задают вопросы. Значит, ребята с Москвы, с новой волны. Значит, ребят, мы обязательно встретимся в ближайшее время. Мы как-то говорили с вами. Значит, патриотизм не должен обязательно заключаться всегда в том, чтобы выходить стаканом прямой эфир. Но это так, по между слов. Поэтому мы сядем обязательно, переговорим и с вами, и с другими ребятами, которые ждут встречи. Я еще говорю, я с утра до ночи, значит, очень занят. Я врываюсь иногда на выходные, на охоту. На этом как бы все заканчивается. Ну, весь отдых у меня заканчивается. Тем более, что сейчас сезон, поэтому такая ситуация. Значит, так, надо с Плохотниковым что-то делать и так далее. Значит, все, кто хотят встретиться в Москве, значит, ребят, будет номер телефона в ближайшие дни. Я просто физически не могу отвечать на все звонки, по которым мы можем будет позвонить, записаться. Те, с которыми я знаком, мы соберемся, поговорим в узком кругу, поговорим в более широком. Но, ребят, еще раз. Если мы идем, мы, если идем вперед, значит, нужно подготовиться тысяча-пять тысяч человек. И я знаю, что количество этих граждан в Москве есть. Мы должны сами четко сесть, переговорить. Кто встречает, кто едет, либо летит вместе со мной. И давайте приезжаем домой и заканчиваем. Нужно ситуацию брать в свои руки. Мы не дождемся, то есть ждать, пока американцы решат убрать Плохотнюка. Потому что, как бы, у Майсандо еще недостаточный рейтинг, чтобы они Плохотнюка сегодня уничтожили. Ну, как-то, что ждать, пока его уберет кто-то. Мы сами должны решать наша проблема у нас дома. А потом мы поговорим с внешними партнерами и разберемся с Вектором и с другими проблемами. Сегодня мы должны избавить Молдави от Плохотнюка и от все это его шоблы. Судей, прокуроров, полицейских и так далее. Поэтому, ребят, мы вместе должны ехать домой. Но это должно быть нужно не мне одному. Это должно быть нужно всем вам, всем нам. Поэтому я расскажу о своих идеях. Но главная идея сегодня, это те, кто есть в Москве, консолидируйте людей вокруг себя. То есть звонят ребята, говорят, Ренат, у меня есть 10 человек, которые со мной поедут. Другой говорит, со мной 3 человека, но очень надежных, понимаете. То есть и когда мы пойдем, не бракам фрумос, не ломши туфли лакированные, не ломанка мешал, фрумос шебенев оказываешь. Поэтому сегодня, значит, это нужно Молдове. И из-за того, что это нужно Молдове, я этот суд груз в лице Плохотнюка и донесу до конца, и Плохотнюка все равно посажу. Пожизненно. Не я его буду сажать, будут сажать его народные судьи. За все те преступления, которые он совершил. Ну, в ближайшее время ждем кое-какие сюрпризы. Значит, давайте на ваши вопросы отвечу. Спасибо всем еще за теплые слова, за репосты. Значит, вот, вопрос важный. Что насчет референдума по отмене смешанной системы? Ребят, мы включаемся в этот процесс. Значит, с этого процесса съехала Майя Санду, снежная королева. Она не хочет политический свет, как и так далее. Майя соскочила, потому что, во-первых, она ничего не решает за нее, решают другие люди. А она снежная королева, которая, как бы, ну, может только дотронуться и заморозить кого-то. Поэтому мы разберемся. В Майя нет людей в территории, вдобавок ко всему. Короче, все наши, которые меня смотрят. Ребята, значит, сейчас нужно определиться, кто от наших будет иметь юридическое право. Собирайте эти подписи. Значит, и помогаем представителям гражданского общества. Значит, начинаем активно в эту всю историю включаться. Значит, я думаю, что наша партия соберет 100 тысяч подписей по стране без проблем. Поэтому мы поддерживаем этот референдум, и мы покажем, чего стоит сегодня плохотню. Так. Люди у кого-то... Хлазит и тень. Значит, так... Значит... Вижу, очень многие люди пишут, что готовы. Многие пишут, что готовы ехать. Значит, многие пишут, что ждут встречи в Москве. Ничего, ребят, мы прикольно вернемся домой. И будет так прикольно, что будут показывать все телеканалы в мире в прямом эфире. Понимаете? Как мы прикольно будем выгонять всю эту кодлу, всю эту мафию, всех этих преступников, мразей и негодяев, которые сегодня, чтобы сохраниться у власти, они готовы возбудить еще 30 уголовных дел на меня. Значит... Поэтому... Можете возбуждать сколько хотите. Я вообще просто перестал считать. Значит, меня беспокоит ситуация с Феликсом Гринку. В четверг будет приговор. Они хотят посадить Феликса для того, чтобы показать, что будет со всеми, кто пойдет против плохотнюка. То есть хотят сделать из Феликса страшилку для всех тех, которые будут открывать рот на молдавского блатного царя плохотнюка. Значит... Ну, мы будем бороться за освобождение всех людей и все за все, что делаю в жизни, будут отвечать. Рот пишет, что похудел. Ну, не похудел, так... Маленько привел себя в порядок. Есть одна... Настойка. Реально такая. Прооткрою секрет. На самом деле... Где-то 3... Больше 3 месяцев я чувствую себя очень хорошо. У меня пропала проблема, связанная с сахарным диабетом. У меня там после еды сахар иногда поднимался до 18, понимаете. И сейчас сахарный диабет, так бы сказал. Пропали проблемы с давлением. Сразу схуднул, чувствую себя шикарно. А все из-за того, что один друг, приятель один, друг, приятель, хороший человек, значит, моему другу, соответственно, для меня передал определенную настойку из определенных трав. И вы знаете, я просто... Ну, прям энергия просто... Ну, вот просто прет, понимаете. Поэтому... Еще... Выпью бутылочку такой настойки. Она такая не очень приятная, но ее надо пить раз в день. Одну столовую ложку с утра. Значит... Не хочу говорить, какую даже. Вот я хочу на себе, как бы, вот испытать. Ну, пока я чувствую себя шикарно. Я не пью уже ни таблеток, ни диабета. То есть, ну, реально, чувствую себя очень хорошо. Вот. И... Потом, как бы, ну... Если увижу, что решена моя проблема, так... У меня уже многие друзья вместе со мной начали... Сегодня уже вместе со мной ее уже, как бы, пьют человек 10. И, как бы, у этих десятерых, у всех, как бы, ну... У всех... Ну, все чувствуют себя очень хорошо. Так. Что за подписи в интернет-петиции? Ну, послушайте, там все написано. Так, вы обещали мне помнить. Многие, просто многие пишут, и очень быстро поднимаются вверх. Не все... Не все... Да, Кабасевскую чувств мут в Молдове мутит. Ребят, про Кабасевскую я говорил еще в 13-м или 14-м году. Он тогда еще был президентом. Я сказал, что комбинация заключается в том, что он поедет в Молдавию, будет получать молдавское гражданство для того, чтобы прийти в молдавскую политику и добиться проекта универа, который запланирован в 2018 год. И то, что Плохотнюк румынским спецслужбам с утра до ночи обещает, что он поможет в реализации, поэтому он... Это самое. Поэтому он нам очень нужен. Значит, Кабасевскую, он где-то такой прикольный, но проблема в том, что у этого приколиста в списке будут 10 человек от Плохотнюка, начиная с Шалару, заканчивая остальными. Понимаете, вот здесь проблема. Так, Дудя, Дракулы, Кулимба, Руссо, Болшевика. Так, что это там? Ага, правосеркно. Пошел. А это Сварбемши, Лемба-адистат. Да, Кандатцин, Крибарин, Лемба-адистат. Усово, Распонды, Лемба-адистат. Ну, еще проблема. Могли, Лемба-адистат, пентрумениште, искали. Так, что с Дадоном будем делать? Ребят, не надо с Дадоном ничего делать. Мы должны разобраться с его хозяином, с Плохотнюком. Ну, а Дадон потихонечку сам вздуется, я уже говорил. Так, а Наскрыс Могдар фарэрэрэспунз. Так и с критцем приват, что нам решится читать все эти массажи в ссоре. Рената, в общем, требуем отрабатывать все эти ресурсы. Абсолютный аккорд. Добрый вечер ваших избирателей на бельских рынках. Кошмарен. Да, ребят, я комментирую уже эту ситуацию, что придумал. Там черный маху, не знаю, всю эту аферу, что якобы продали рынки бельские и так далее. Ребят, это все вранье, никто ничего не продавал. Это доходное предприятие, и никто его продавать не будет. Оно приносит деньги сегодня городу, поэтому мы это обсуждали. Так. 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 Парерия востры за рапорту КРОЛ-2. А мы говорим об этом. Я, как правило, с вами модифицией легислации, что те, кто западает рапорту КРОЛ-2, не могут быть трассы на респондение пенала. И как мне сказали, что сегодня я хотела прелать прессу в Румынию, что все, кто к примеру, алинун, реформу – респондение, аж давайте выполнять респондение в Румынии. фиксанство фасе плохой нюкла кишна я стою нынешно публика рапорту кровь дой его решить им ты и трес приготязкой щас факт функции протяжи за пищей к голос тэнс вами не лор да да то ли делу пиди все да вот тут не пишут про налоговые проверки что кошмарят налоговыми проверками послушайте да кошмарят всех понятно что сегодня они борются сильвераду незаконно срубила ёлку пожалуйста можно у нас сегодня даже высохшее дерево чтобы спилить на комиссия за комиссия согласования за согласованием и так далее поэтому и можно пили все лес рубить они будут потом все я уверен что мы добьемся как минимум того что мы получим например долгосрочную аренду а нет собственность нам никто не подарит часть соловинских островов я уверен что нам сдадут в аренду где мы их всех разместили они в стране нужен нужны будут новые парты новые стулья новые доски для школьников мебель в дома престарелых и так далее поэтому будут рубить лес работать отправлять молдавию все будет прикольно так щи дебила я сейчас этот это скрип прости дедом не фереште так на ругнем планета так и да окей все тогда мы на мы на связи со следующей недели переходим уже в активную фазу подготовки возвращения домой плохотникам жезданчиком панзарчика и всем остальным желаю просто пока успех и самое главное будьте здоровы не болеть и болеть вы нам будете очень нужно спасибо ребят я вас люблю всем хорошего вечера спасибо за за репосты всегда рядом с вами будем бороться и мы это обязаны ставить сегодня на первый план борьбу с режимом потому что молдова исчезнет как государство уже в следующем году если мы этот процесс не остановим а я сожалению большинство моих плохих предсказаний особенно плохих они сбывались вот поэтому давайте ребят на связи у нас еще и думаю будут прикольные события на все у меня у вас пока спасибо все